Ребят, ну все, короче, я уже до Матканова, уже пришел, уже билеты купил, билеты где-то стоят по 50 рублей для взрослых. Для детей сколько стоят билеты? До 16 лет бесплатно, короче. Студентам 30 рублей. Студентам 30 рублей, а для взрослых 50 рублей. Пенсионерам 30 лет. И 30 рублей пенсионерам. Ну, сейчас, короче, заходим, посмотрим, что у них тут есть вообще. Периодически буду записывать, потом выложу все, как там будет. Ребят, ну, короче, ходим по территории, вот здесь выступления какие-то идут, непонятно. Здесь какие-то мастер-классы. Тут, тут, вот видите, карета без лошади. Она там есть с каретным, здесь шлаки жарят, какую-то всякую ерунду. Там всякие какие-то штучки-хреночки продают, меды, хреноды, всякие брелки, уголки. Это непонятно. Ну, первый раз сюда приехал. Засонить, короче, я не понял, что здесь можно засонить, как бы, делать. Делать такого, вроде говорили, здесь какие-то пения бывают, хоровые такие интересные. Ну, пока тут идет театральное какое-то представление кукольное. Все было такие дела. Ну, а здесь там какие-то мастер-классы, все люди ходят. Будут периодически записывать, что-то так, обзорчик такой легкий давать. Так, ребят, идем еще дальше, снимаем, что тут в этой кибитке. Мастер-класс по рисованию. Что-то подготовлено, никого нет, никто у нас не заинтересован, мы вроде как не дети. Там тоже что-то какое-то рисовальное. Между прочим, вот это тоже палатки, там всякие картины какие-то, что-то там еще стоят. Ну, готовые, что-то тоже там рисуют. А сейчас идем, тут пруды какие-то в Домотканово есть. Вот, спускаемся, идем, снимаем пока. Тихоньку, кропинки всякие, таблички всякие, туда вот, если показываем, ходим, здесь, вот можно прочитать, что у нас тут, на этом месте, находилась банька какая-то, где банька, баньки нет, снимаем дальше потом. Ну, что, я снимаю дальше, здесь вот пришли, вот какие-то пруды непонятные. И тоже, наверное, ходим, что за пруды. Интересно, здесь купаться можно или нет, или нельзя. По краю вот иду, снимаю. Ладно, сейчас попозже еще отсниму. Вот какие-то тут пруды, детей много здесь. Лазит. Вот снимаем, что делать. А, да, вот. Ага. Ну, что, девчонки, покупаемся? Еще не купались? Не проверяли, теплая вода? А что, они так как-то странно сделаны, не знаете? У меня он... Обзоры тут не давали вам? Нет. Блин, нас отпустили на 4 часа, как собачка. А, нет, тут нет. Понятно. Ну, короче, вот такие какие-то пруды непонятные. Не знаю, как обзор на их делать. Вот каких-то девчонок встречал тут. Не могут объяснить причину. Так, снимаем еще вот здесь что-то. Где-то лестница. Написано, что какая-то каменная лестница была. А где она, непонятно. Или вот она вот здесь была. Или где я тут не могу понять. Приблизительно вам снимать, что-то здесь есть. И вот такие будут ходить снимать для обзора. Потом смонтирую на YouTube или что-то еще. Так, еще и снимаем. Вот здесь типа была написана картина заросший пруд. Я не так заросший пруд, я не могу понять. Ну, потом на YouTube смонтирую. Буду кусками так записывать. Ну, что, расстояние большие ходить. Где, ну, надписи какие-то из курсоводов нет. Вот еще подходим. Здесь была нарисована еще одна картина русалка. Здесь, именно не здесь, я не знаю, какое место именно. Ну, вот здесь указано, вот так она сделана. Так, ребят, вот до этого я дойти не могу. Тут она просто какая-то хрень находится на острове. Там подхода нет. Но вот встретил тут одну девушку, и она тут мне вот рассказывает, что тут вообще, что за комплекс. Расскажите, пожалуйста. В этой усадьбе писал свои картины Валентин Серов. И кто владел этой усадьбой, вы знаете или нет? Семья его друзей, Дервизы. Как бы вот эта вся территория, как бы... Да, это имение. И он, как бы, основную часть своих картин именно здесь писал. Ну, часть картин не основную, часть картин знаменитых. Которые были знамениты, написанные здесь. И, как бы, здесь вот таблички где расставлены, это и есть... Здесь и есть дом-музей Серово. Не, я в плане имею в виду, что вот эти места, где стоят таблички, это именно с определенных сюжетов были нарисованы картины. Серьезно. И его известно. Понятно, спасибо. Так, здесь вот подошли еще. Следующая картина была написана. Здесь даже прохода нету. Там все забито. Ну, картина была здесь, как это написано. Тервис на скамейке. Смотрите, елочки высажены. Смотрите, как она идет здесь. Здесь еще, смотрите. Какая красота, да? Вот, смотрите. И здесь дальше она пошла, по всей это идет. Красота здесь. Воздух такой хороший, да, самое прикольное. Комаров нет. Тут комары, блин, это ужас обычный. Здесь этого нет. Идем уже вот к этот музей. Ну, он, похоже, сегодня закрыт. Туда попасть нельзя. Он платный. Хотя, вот свет горит, не знаю. Надо где-то как-то обойти. Смотреть. Смотрю, там, похоже, начали или народный, или романсы петь. Сейчас пойдут. Пошла мелодия. Стоподолго. Под фанеру фигачек. Вот я ближе подошел. Первая часть. Вроде как из кирпича сделана. Такие, наверное, ну, реставрация была какая-то сделана. Не знаю, насколько он был разрушен. Здесь кто-то рисует, кто-то не рисует. Концерт, оказывается, уже все закончился. Сейчас сказали. Я не включал, чтобы вы это не слышали. Там сказали, все. Вроде до трех часов должен был в концерт идти выступать. Хотел послушать тут романцы. Но, к сожалению, романцев у нас сегодня не будет. Классика, все отменяется. А, вот он вход. Вот он охранник. Похоже, спит. Такой серьезный мужчина. Задолбался ждать. Короче, там стали какие-то три особые регионы обсуждают. Короче, вот есть дерево такое. Мы его делаем взор. Я сейчас таблички подойду, чтобы этот бред не слушать лишний. Как бы мы его снимем. Я вам покажу. Потом смонтирую на YouTube. Потом выложу, что там сделано. Что включен национальный рез. Вот, чтобы вы увидели, что там написано. Про этот дуб. И мы сейчас его обойдем чуть-чуть. Потом мы запишем. Запишем, запишем. Будем делать. Дальше вот здесь еще. Здесь было написано вот такая картина. Деревня баба с лошадью. Где именно, я не знаю. Ну, вот так вам показываю. Сейчас уже я ухожу. Все. Полазил уже. Все закончилось. Все расходятся. Ну, как бы закрыто. Я не знаю, что тут. Ну, я уже ухожу. Сейчас, может, еще квас-ква куплю. Там какой-то квас есть. Как бы я уже на выход иду. Здесь вот еще покажу. Тут сам музей есть. Можно подойти поближе. Сейчас подойду поближе. Музей есть. Сейчас можем почитать, что тут написано. Какая развлекательная программа ждет. Программку. Потом, если захотите, на паузу поставите. Посмотрите, что тут есть. Какие бы показывают и цены какие. И что программа какая есть. Вот такие дела. На выход сейчас еще чуть-чуть запишу видео. И все, поеду домой. Вузы здесь прикольные. Можем посмотреть план. Садьба Домотканова показывает. Полностью привод. Можно посмотреть, как она расположена. Некоторые места вы видели. Я ходил там, снимал. Запусть здесь вообще великолепный воздух. Вообще чистейший. Ни комаров, ни мушек, ни козлюшек никаких нет. Все шикарно. Смотрите, какой большой муравейник. Очень шикарно все. Но так относительно, если брать, то мне, по сути, понравилось. Прикольно. Чуть-чуть от города отдохнул. Хотя я почти что живу рядом с Волгой. Хожу каждый день по Волге. Но здесь тоже очень прикольно. Буду дальше снимать для вас всякие разные интересные материалы. Может понравится, может не понравится. Ну, все. Классик вот как раз. Классик посмотрим, какой есть. Чего там продают. Здравствуйте. Ну, что, какой берем? Ну, можно взять любой. Классик. Любой, да? Хлеб. Хлеб. Если первый раз, то лучше хлебный взять. У вас свое собственное производство? Да, мы сами производим, да. Сами сейчас продаем. У вас в Инстаграме есть страничка? Вконтакте? Визитка? Вот видишь, без этого. В визитки ничего нету, да? Отдавайте. Отдавайте. Нету, да. Не телефончика. Телефон есть, да. Трисовый телефон. Это хорошо. Как и обещал, вот я купил квас на выходе из усадьбы. Короче, телефончик указан на самой этикетке, потом под видео укажу. В розницу он не продает. Продает от 10 литров. Можно по литру в бутылке, можно по пол-литра. Можно самое в клетку везти. У них свое производство я купил, вот, потом буду дома пробовать. Вот два вида пива. Один для окрошки, а другой так просто. Один хлебный. Вот они вот такие. Потом я укажу, кто там.